АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы избавиться от недуга, люди натирают больные места различными веществами, прикладывают лопухи и кошек. Особо продвинутые прижигают специальные точки полынными сигарами и вонзают в тело иголки. В джензиотерапии существует тысячи лет и до сих пор успешно практикуется под именем иглорефлексотерапия. Мы же познакомим вас с современными и универсальными лечебными аппаратами ДЕНОС. С 1998 года мы производим целый ряд физиотерапевтических аппаратов. Для домашнего применения есть специальные модификации, доступные и понятные в освоении. Аппараты применяются в кругу семьи от самого маленького до самого старенького. В лечебных учреждениях аппараты ДЕНОС являются полноценной физиотерапевтической техникой и применяются не только в физкабинетах, но и докторами различных специальностей. Основная задача, которая стоит перед аппаратами и результат, который ожидаете вы, быстрее справиться с большинством известных симптомов заболеваний. Боль, воспаление, нарушение кровообращения. Боль терпеть не надо в любом ее проявлении. Если болит впервые по неизвестной причине, да еще остро и невыносимо, вам к врачу. Если же обострился давний радикулит или табуретка упала на ногу, малыш кувыркнулся с качели. В то время, пока к вам спешит неотложка, можно взять аппарат, включить и приложить к больному месту. Боль, скорее всего, поутихнет, а слезы высохнут. С таблетками лечение простуды займет 7 дней. Без таблеток – неделю. К ДЕНОСу этот постулат не имеет никакого отношения. Старайтесь применить аппарат при первых признаках простудного заболевания. Желательно проводить воздействие несколько раз в день до улучшения. Вероятнее всего, через 1-2 дня общее самочувствие улучшится. Несвежий салат, обильный жирный обед – несомненно, лучше этого избегать. Но если все уже произошло, еще до обращения за медицинской помощью приложите аппарат к месту дискомфорта, вздутия, болезненности и поводите аппаратом по животу в направлении движения часовой стрелки. Медики-оптимисты и медики-пессимисты едины в одном. Панацеи не существует. И все имеет свои показания и свои противопоказания. От ДЕНС-терапии придется отказаться людям с кардиостимулятором и людям с индивидуальной непереносимостью электрического тока. Также есть ряд заболеваний и состояний, при которых перед применением аппарата ДЕНС следует проконсультироваться с врачом. Многие люди часто сталкиваются с выбором – у кого купить, кому доверять. Обратите внимание, что аппараты ДЕНС производятся в России, а продаются в России и многих других странах. Чтобы покорить рынок здоровья, нами проведены серьезные испытания и научные исследования, цель которых – доказать лечебные эффекты и безопасность применения. Аппараты ДЕНС стали участниками экспериментальных исследований, где на клеточном уровне изучались самые интимные механизмы обезболивания, заживления и не только. У лабораторных животных и кости быстрее срастались, и раны заживали. Многие клиники приняли участие в изучении ДЕНС-терапии при гипертонической болезни и заболеваниях позвоночника и суставов. Доктора пишут диссертации, а пациенты лучше себя чувствуют. Насколько реально самому применять аппарат, не завися от посторонней помощи? Многие участки тела вы можете обрабатывать самостоятельно. Если же боль возникла в спине или шее, то не рекомендуем проявлять чудеса сноровки и растяжки. Это вредно для больного позвоночника. Воспользуйтесь аппликаторами – специальными выносными электронами, которые подключаются к универсальным моделям аппаратов ДЕНС. Так уж устроен человек. Если у него что-то есть, то рано или поздно это может заболеть. Если с вами ДЕНС, то возможно два варианта развития событий. Первый – что-то не заболит. Второй – если все-таки заболело, у вас есть возможность себе помочь. Будьте здоровы! Будьте с нами! Субтитры создавал DimaTorzok